Казанский федеральный университет и благотворительная организация РУСФОНД продолжают сотрудничество по реабилитации тяжелобольных детей. О том, как помочь нашим следующим героям, смотрите далее. Двухлетние близняшки Милана и Ульяна разделяют на двоих не только одну внешность, но и заболевание. Еще в младенчестве у обеих сестер начались приступы эпилепсии. Несмотря на то, что семья неоднократно обращалась к врачам, назначенное лечение не приносило никаких результатов. А ведь в таком случае неправильно подобранные лекарства могут не только не помочь, но и навредить девочкам. Они развивают все нормально, согласно своему возрасту, но просто эти приступы тяжелые, длительные, поэтому нужно подобрать правильные лекарства, а для этого поможет генетический анализ. Генетический анализ крови даст ответ на главный вопрос, какой же все-таки тип заболевания у Миланы и Ульяны. Но исследование может быть проведено только на очень редком и дорогостоящем оборудовании, которое есть в научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. По словам сотрудника центра Риммы Гомировой, случаи, когда эпилепсией заболевает сразу два члена семьи, не исключают генетическую форму болезни. Пока мы не знаем точный диагноз, конечно, если мы его будем знать, мы уже будем уверены во всех наших действиях. Можем прогнозировать дальнейшее течение заболевания, можем говорить о том, когда нам ждать вообще полного контроля над припадками, что в будущем ждет этих девочек. Ну и вообще, если семья будет планировать следующих детей, мы можем говорить о том, есть ли риски для следующих детишек. У Миланы и Ульяны приступы эпилепсии в последнее время участились до нескольких раз в месяц. Для родителей это постоянная тревога и волнение, ведь приступ может случиться совершенно спонтанно во время игры или приема пищи. С течением времени протекание болезни может только ухудшиться, поэтому установление точного диагноза девочкам сейчас просто жизненно необходимо. Помочь можем мы с вами, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Более крупную сумму можно перевести на сайте русфонд.ру. Сделать это можно простым движением через QR-код. Наша помощь может подарить шанс и девочкам, и их родителям на полноценную счастливую жизнь. Диана Шленкова, Ленарда Влетьяров, Универньюс.